В эфире студия репортер с Вероникой Горядской. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии обсуждаем итоги рейдов зоозащитников, которые проводились совместно с чиновниками, с правоохранителями. Зоозащитники и комиссия уже успели побывать в зоопарках, цирках и конюшнях. Обо всем этом будем общаться с Светланой Барсуковой, которая представляет Общественный совет зоозащитников Одессы и Ольгой Целинской, юристом. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Активная работа кипит. Успели побывать уже и в зоопарке, и в разных конюшнях, и в цирке. Что дало возможность начать такую активную деятельность и проводить подобные рейды? Для начала скажу вам огромное спасибо за то, что эту тему не оставляете в покое. Это очень приятно, потому что времена поменялись. Раньше животных в эфире редко что услышишь. Сегодня это уже на слуху. Радует, значит, у нас есть шанс победить зло и Одессу, как мы и планируем, сделать городом доброты. Теперь в двух словах, что дало возможность. У вас тут на днях были волонтеры, которые немножко ввели в заблуждение слушателей по поводу законопроекта, закона, что как стало. Значит, на самом деле принят был и стал законом не 51.19, а 51.19-1. Это закон Немировского. 51.19 был основным, автором был Лешко, и многие нормы, надо признать откровенно, были в нем лучше, однако в нем не было основного момента, самого ожидаемого усиления ответственности. Зоозащитники, когда внимательно почитали, ознакомились с этими двумя законопроектами и сделали свой выбор в пользу альтернативного законопроекта 51.19-1, который был в теоретической части слабее, однако он усилил ответственность, увеличились многократно штрафы и усилилась уголовная ответственность. Так вот именно этот закон и дал возможность и полномочия полиции, и право нам проводить вот эти рейды. То есть у нас появилась почва под ногами. Первые рейды стартовали еще две недели назад. Сколько рейдов уже успели провести и вот конкретные результаты, которыми можно похвастаться? Ну, мне кажется, что не сколько рейдов, сколько мест посетили будет точнее. Посетили мы уже 11 мест в ходе этих рейдов. Самые такие уже громкие, которые прозвучали, это был зоопарк и цирк. Также были конюшни и были в Дюковском парке два места, совершенно противоположные по итогам нашего рейда. Один это собачий питомник, а второй это вообще непонятное совершенно какое-то сооружение деревянное маленькое. Метров 10, нет, вернее не 10 метров, где-то 2 на 3 метра, в котором было 10 клеток и 21 питбулли в этих клетках содержится. Вот совершенно непонятное, никто нам не объяснил назначение прямого. То есть это могут быть собачьи бои, которые существуют? Там не может быть собачьи бои. Почему? Потому что собачьи бои запрещены в принципе, если они проводятся, то где-то в закрытых помещениях. Это открытая территория за сеткой рабицей, видно этих питбуллей, но возможно эти собаки используются в собачьих боях. Это мы так предполагаем, потому что сами собаки, они значительно поранены, много очень царапин, ссадин, оторваны клочки кожи. И все это нам дает основание предполагать, что эти собаки используются непросто, не просто разводятся для получения какого-то удовольствия, выгулив их в парке. А животных конфисковали в итоге? Нет, животных не конфисковали. Мы составили акт, протокол и предписание на устранение недостатков. Я не буду озвучивать дату нашего следующего визита, но мы посетим и проверим, как устранены недостатки. И далее мы уже потом вам расскажем об итогах. К списку мест еще стоит добавить дом Павловых и контактный зоопарк. Если обо всем по очереди, то сперва, наверное, поговорим о зоопарке, наш детский зоопарк. Какие-то нарушения там выявили? Вы знаете, с большой радостью следует отметить, что на сегодняшний день наш детский зоопарк, пожалуй, единственное место, где виден прогресс и видно, что животными занимаются, им улучшают условия. Конечно, есть еще моменты, которые надо там достроить, решить и все. Но, в принципе, особых проблем в зоопарке обнаружено не было. А в каких условиях находятся обезьяны? Потому что как раз-таки к этому вольеру были наибольшие претензии еще несколько лет назад. Вольер обезьян будет реконструироваться в ближайшем будущем. Собственно говоря, на сегодняшний момент уже увеличены значительно и прекрасные вольеры, построенные для тигров. Сейчас в стадии завершения вольер для медведей. И все это уже можно увидеть и посмотреть. Животные чувствуют себя прекрасно, особенно в сравнении с тем, что было 10 лет назад. Почему я говорю 10 лет назад? Потому что я лично последний раз была в нашем зоопарке 10 лет назад. Ушла страшно расстроенная и больше туда просто боялась приходить. И даже вот на этот рейд шла с такой значительной опаской. Но спасибо Игорю Белякову, он делает выше своих сил и возможностей. И сегодня от зоопарка уже можно получить удовольствие. Грядет зима. Не могу не поговорить о том, в каких условиях в зоопарках будут находиться животные. Потому что мы с вами обсуждали, что синоптики прогнозируют едва ли не самую холодную зиму. Подразумеваются ли какие-то специальные условия, нормы для содержания животных в зимний период? И есть ли они у нас в зоопарке? Безусловно. В зоопарке за этими вопросами следят и по максимуму их стараются использовать и выполнить. Но для нас большее беспокойство все-таки вызывают бездомные животные, которые остаются на улице один на один с этими проблемами зимними. У нас, к сожалению, так и не рассмотрен вопрос по признанию котов частью экосистемы города. Мы говорили, что в рамках признания такого, например, как в других городах, дается распоряжение коммунальщикам не заколачивать подвалы, не заколачивать те помещения, где коты и кошки могут греться. У нас, к сожалению, большинство подвалов закрыты. И если животное не может спрятаться от холода, то оно, конечно, обречено на вымирание, вымерзание. Вот с этим надо что-то делать. А почему не хотят признать их частью экосистемы? Вы знаете, мы подавали на сайт социально активных гражданин петицию. Это была одна из первых петиций. Я была автором. Наша петиция по итогам голосования собрала наибольшее количество голосов. Через три месяца мы занимали первое место со значительным отрывом от других петиций. И на основании этого мы обратились к мэру, потому что мы набрали большее количество, но не набрали тысячу, которая нужна для того, чтобы вопрос был рассмотрен. Мы обратились от нашей организации к мэру нашего города с просьбой все-таки поставить рассмотрение, вынести на рассмотрение этот вопрос. Мы подали официальное обращение, объяснили, что тысяча – это тот минимум голосов, который обязывает рассмотреть вопрос в обязательном порядке. Но мы аргументировали это, во-первых, тем, что есть уже положительный опыт других городов, обосновали это с точки зрения природных потребностей всего. И мэр обещал этот вопрос решить, скажем так, иным путем. Пока, к сожалению, этот вопрос не решен. Я думаю, что необязательно надо даже писать петицию. По большому счету, в том же Львове следствием ухвалы городского головы явилась не петиция, а просто воля людей, зоозащитников и власть имущих, от которых зависело решение этого вопроса. Возвращаясь к местам проведения рейдов, если в зоопарке действительно условия содержания животных находятся на поверхности, общественность может как-то это контролировать, цирки остаются закрытой территорией. И после случая, когда был замечен слон на улицах города для рекламы цирка, поднялась буря общественного недовольства, какие результаты? Потому что, насколько я знаю, вас вообще не допускали к месту, где он находится. Это было в прошлый четверг. У нас как раз в это время осуществлялся рейд по нашему одесскому зоопарку. И уже в конце рейда нам позвонили и сообщили эту дикую новость. По садовой гуляет слон. У нас были все возможности выехать, быстро прореагировать, что мы и сделали. На садовую уже никакого слона мы не застали, но нам очень четко показали именно на те ворота, куда завели слона. И мы выяснили, что это черный вход цирка. Мы обошли со стороны служебного входа, попросились войти. Очень жесткий отпор со стороны охраны был нам дан. Вызвали директора программы, который тоже совершенно не хотел с нами... Ну, хотела это слово сказать, да, это выпал на мороз, на полный, извините. В общем, скажу вам так, два с половиной часа нас не пускали, было три наряда полиции вызвано. Не пускали полицию, но, естественно, никто силовые действия не применял. По распоряжению Министерства культуры нас туда запустили. Подчеркиваю, на территорию государственного предприятия. Это не частная территория, это государственное предприятие. То есть, по большому счету, комиссия имела властные полномочия осуществлять такие проверки. Мы же не пришли как самозванцы. Есть распоряжение в городе, которое нам дало это право. И было такое противостояние. В итоге какие условия? В итоге, между прочим, когда нас туда уже запустили, нам строго-настрого запретили использовать любую съемку, видео, фото, фиксацию, ничего. И было понятно, почему. Потому что, когда мы увидели условия содержания животных, до слона мы сейчас дойдем, я сейчас говорю о других животных, это просто что-то ужасающее. Это одно большое помещение, в котором поставлены совершенно маленькие клетки, не вольеры, в которых содержится лама, которая просто, она дико ходит из угла в угол, вот она мечется по этому вольерчику, пони стоят совершенно несчастные, собаки в маленькой клетке, явно что голодные животные. Мы посмотрели на складе продуктов, продуктов нет запаса. Ну, ужасно. Темень, вонь, просто отвратительно. Как будете влиять составлены ли протоколы? Какое наказание понесут владельцы этого всего? Ну, во-первых, понесет наказание администрация нашего одесского цирка, потому что если сегодня вы не можете предоставить условия нормальные для содержания животных, не принимайте животных. Если вы уже идете на то, что вы принимаете программы с животными, обеспечьте условия. А сейчас я вам скажу о содержании слона. Значит, по нормам, а нормы у нас всегда с собой, с нами ходит специалист по диким животным Елена Марченко с большой папкой, где прописаны все нормы, и не нужно сильно разбираться в слонах, но можно прочитать, какие нормы должны быть. Слон должен содержаться в вольере 150 квадратных метров, высота вольера 6 метров, обязательно должен быть водоем, доступ к воде, маленький бассейн у слона. Когда мы зашли в цирке в нашем, это типа гаражного помещения, небольшого, слон стоит на деревянной подстилке, и больше у слона ничего нет вообще. Это просто засадить, запорторить этого слона в какой-то гараж, ну денег же срубить нужно на программу. Какая разница? Слон же не расскажет, что ему плохо. Вы знаете, я по этому поводу хотелось бы все-таки обратиться к одесситам. Не ходите на представление с участием животных. Вас просто используют для зарабатывания денег. Я вам приоткрою небольшую завесу. У нас есть подозрение, что в этой ситуации, в использовании зверей, животных в цирках, тоже присутствует коррупционная составляющая. Объясню почему. В 2016 году был проведен аудит государственных цирков. И вы знаете, мы столкнулись с очень интересными цифрами. Например, аттракцион с пони за год приносит прибыль 200 тысяч гривен. Зато по году списывается на содержание этих пони, выделяется из государственного бюджета 800 тысяч гривен. Скажите мне, какой бизнесмен в здравом уме и памяти будет вкладывать 800 тысяч, чтобы получить 200? Ну, наверное, это несколько некорректное распоряжение бюджетными средствами. Первый момент. Момент второй. Мы все-таки стремимся к списку цивилизованных государств. Очень многие страны запретили уже использование животных в цирке. Давайте будем следовать этому примеру. Просто понимаете, это будет продолжаться до той поры, пока люди будут покупать билеты и идти туда. Поддерживать своей копейкой. Поддерживать своей копейкой всех этих негодяев. Я считаю, что это просто моральные уроды, которые не умеют сострадать живым существам, которые тоже испытывают боль, страдания, и тоже могут чувствовать все это. Поэтому человек должен оставаться человеком. А не, знаете, в погоне за заработком падать уже настолько низко. Ну, я просто умоляю одесситов не ходить на эти представления. Напоследок, хотелось бы затронуть тему всеукраинского марша за права животных, который состоится 15 октября в разных городах нашей страны. В чем его идея? И, насколько я знаю, это будет очень масштабное мероприятие. Вот подробнее о нем. Да, предприятие планируется масштабное. Оно инициировано международной платформой U-Animal. Мы зарегистрировали в Одессе эту акцию. Мы очень рады, что многие волонтерские организации, вот у вас здесь были Пес и Кот, Animal SOS, Кошкин Дом, что они все так охотно присоединились к нашей акции и поддержали ее, отодвинув все противоречия. И понимаем, что ради благой цели стоит все-таки объединиться. Акция состоится 15 октября. Начало акции в 12 часов в Горсаду. Сбор на 15 минут раньше. Мы пройдем маршем и привлечем внимание людей к тем проблемам, которые требуют немедленного решения. И поддержим тот новый законопроект, который сейчас готовится в парламент и который еще более, скажем так, урегулирует все вопросы, которые связаны с животными. Спасибо большое. Продолжаю вам успехов в борьбе за права животных. В принципе, за право жить в цивилизованном мире, где все испытывают удобство и имеют сострадание. Мы говорили о итогах первых рейдов, которые проводят зоозащитники совместно с комиссией чиновников, правоохранителей. Этот эфир провела Вероника Гляцкая. Оставайтесь на репортере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова